Самара! 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 Самарцами, но никак не куйбышевцами. Организован сбор подписей на улицах города. Более 80 тысяч самарцев высказались «за». Интересный факт для сбора мнений о переименовании использовались библиотечные инвентарные книги. Как правило, очень некорректные, зачастую на грани инцезурщины были комментарии тех, кто хотел оставить имя Куйбышева. Как правило, очень приличные, очень аргументированные были записи будущих самарцев. Несколько огромных мешков с подписными листами были переданы в городской совет. 13 сентября 1990 года на уровне города решение о переименовании Куйбышева в Самару было принято. Но в областном совете почти все депутаты были против. Назвались разные аргументы против переименования. Одни говорили, что большинство нынешних жителей Куйбышева родились в городе именно с таким названием. И поэтому нового названия они не захотят. Было очень много людей, которые, знаете, по принципу «Не знаю, никакую вашу Самару, я родилась в Куйбышеве, живу в Куйбышеве и помру в Куйбышеве». У других парламентариев прежнее название города вызывало в памяти лишь образы древней, патриархальной Самары. Была и третья группа противников переименований, которая выдвинула чисто экономическую причину, что если вернуть городу прежнее название, то сотням ведомств, предприятий, организаций придется менять свои вывески и документы, а это повлечет за собой многомиллионные траты и расходы. В непростой экономической ситуации конца 80-х годов такой аргумент выглядел очень убедительным. Город, по моим ощущениям, по общению с людьми тех времен, раскололся, наверное, на два абсолютно одинаковых лагеря. У меня было ощущение, что было 50 на 50. И на одной стороне была просто политическая воля еще, которая дополнила эту чашу весов, с другой стороны был просто здравый смысл и уважение к истории своего города. На решающем заседании облсовета перед депутатами выступили ректор госуниверситета Ленар Хромков и почетный гражданин города, директор художественного музея Анетта Бас. Она вот как метеор между рядами прошла, встала за трибуну и сказала зажигательную речь. И после ее речи депутатам ничего не оставалось сделать, как проголосовать. Место на трибуне занял член комитета Самара инженер Анатолий Петров. Он постучал по микрофону и сказал всего лишь несколько слов. Раз, два, три. Работает. Товарищи, я думаю, настало время вернуть нашему городу историческое имя Самара. Прошу проголосовать. И тут в зале на несколько секунд наступила мертвая тишина. Проголосовали депутаты очень быстро. И, как тут же выяснилось, ими было принято единогласное решение о переименовании города. Я был очень доволен тем, что я теперь буду жить в Самаре. Вначале было как-то немного диковато, а потом мы довольно быстро привыкли, и я стал получать удовольствие от того, что Самара, Самара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok